Дополнение вышло. Чё-то все бегают, кричат про какой-то артефакт, спрашивают сколько у тебя на артефакте лайта, а ты вообще не понимаешь, что происходит и как качать своего стража никто нормально объяснить не может. Что ж, поэтому мы здесь. Привет, меня зовут Джонни Лейни, я безумно рад видеть тебя на канале Трипл Вайп, надеюсь, что ты уже подписан, но даже если нет, это ведь легко исправить, смекаешь. Что вообще такое этот уровень силы? Для чего он нужен и на что влияет? Ответ шокирует. Чем выше уровень, тем ты будешь больнее бить врага и больше урона от него терпеть. Ничего себе. Да ладно! Отображается твой уровень на эмблеме и в меню персонажа. Вот эти желтые цифры. Очень часто ты будешь слышать, что их называют лайтом, так что имей в виду, лайт это вот оно, да. Из чего он складывается? Тупо из среднего арифметического силы всех надетых над твоего персонажа в данный момент пушек и шмоток. Мы будем говорить сейчас конкретно про уровень силы экипировки без учета бонусных. Про бонусные дальше объясню. Но самое главное, почему это видео актуально не только тем, кто начал играть в игру вот-вот, но и более-менее бывалым стражам. С выходом обители теней система прокачки претерпела важные изменения. Например, теперь получаемое число округляется до меньшего целого. И если раньше десятые доли сверху него показывались в виде шкалы прогресса до следующего уровня, то сейчас там лишь прогресс до следующего бонусного уровня в конкретных цифрах опыта. То есть цифра с количеством опыта до следующего уровня. Understand? Understand. Вообще, если просто открыть меню и почитать, то можно такие вот видосы и не смотреть. В этот раз разработчики очень заботливые описания для всех процессов в игре подготовили. Например, что такое бонусные очки силы? Это те, что на сезонном артефакте новой приблуде в кармане твоего стража. То есть прокачанный артефакт дает тебе еще несколько единиц силы. Но вот только выпадающая экипировка их не учитывает. Это запомни. Вот, например, тут мой уровень силы 907, но с бонусом 913 и отображается в меню персонажа 913. Но шмотки при этом падают. Как будто бы у меня 907. Понимаешь? Ага. Вроде в игре все понятно, но до некоторых ресурсов по информативности все же далековато. Например, Destiny Item Manager или сокращенно DIM. Помните, я говорил о нем как о самом удобном менеджере вашего снаряжения? Кроме удобного перекидывания шмота, в приложении можно подглядеть ваш максимально возможный уровень силы на персонажа. Вот он, внизу. Как рассчитывается этот параметр? Так же, как и обычный уровень силы, только в расчет берется вообще вся имеющаяся экипировка максимального уровня силы. Та, что лежит в инвентаре, хранится в хранилище или даже на других персонажах или на почте. Игра сама ищет самые сильные шмотки для каждого из слотов, и если их можно надеть одновременно, рассчитывает это вот число. Именно поэтому во время прокачки носить шмот, что падает выше лайтом, на себе не обязательно. Но на всякий случай многие переодеваются, так нагляднее отслеживается слот, который провисает по прокачке. Итак, максимально возможный уровень силы, или как его ласково назвал наш админ Саня, Мвус. Он нам нужен для того, чтобы рассчитать уровень выпадаемого снаряжения, то есть его дроп-левел. Дроп-левел это тот самый уровень силы, который вы будете видеть на случайно выпадающей добыче. Тут самое время рассказать о порогах прокачки, или учись называть их правильно, кап. Начнем с того, что такое софт-кап. Это такой уровень снаряжения, после которого получение снаряжения выше уровнем будет частично ограничено. Вернее, источники будут ограничены. На данный момент софт-кап равен 900 единицам. Помните, я говорил, что интерфейс игры теперь заботливо все объясняет по прокачке? Ну так вот, когда ты возьмешь софт-кап в 900 лайта, игра тебе напишет, что ты приближаешься к максимальному уровню, а значит тебя теперь в первую очередь интересуют высшие энграммы, испытания и наиболее сложные активности вроде рейдов. Софт-кап в 900 силы возможен для всех версий игры. Следующая отметка – 950. Второй софт-кап, так называемый мощный кап. Вероятно, это как раз потолок для тех, кто не покупал последний аддон. Ну а столь далекий 960 уровень – это хардкап Обители Теней. Возможно, он только для обладателей этого дополнения достигается выполнением сложных эндгейм-активностей, привязанных к Обители Теней и восьмому сезону, таких как рейдса от спасения. Так, основной инфой ты теперь обладаешь, она тебе и правда необходима. Но давай, пора бы задать вопрос из заголовка этого видео, да? Как правильно качаться? Как понять, что ты уперся в какой-то кап? Как уже было сказано, у дроп-левела есть софт-кап. Что? Как его почувствовать? Легко. Представим, ты скачал New Light, новый свет. Играешь и выполняешь активности, тебе выпадает снаряжение все выше уровнем. Но через какое-то время ты начинаешь замечать, что шмотки выше 900 перестали выпадать. Вспоминаем, что я говорил пару минут назад. Да, точно, ты уперся в софт-кап. Вот как это называется. И именно с этого момента начинается дорога к хардкапу. Самое важное тут удостовериться, что ты всеми шмотками уперся в софт-кап. Так что форми шмот, пока все слоты не будут иметь в себе снаряжение минимум 900 силы. И да, если у тебя скоплены жетоны авангарда или гарнила, их стоит сдавать именно до 900 уровня. После награды тебе будут уже неинтересны. А теперь о том, как преодолеть софт-кап в 900 и начать получать шмот посерьезнее. Уровень дропающихся тебе шмоток начнет расти только тогда, когда максимальный уровень силы станет на одно целое значение больше. Для этого существуют энграммы с мощным снаряжением, ежедневное и еженедельное испытание, высшие энграммы и некоторые задания на снаряжение. Все они падают выше вашего уровня. Ну и конечно же экзотические квесты. Например, пару видео назад я разбирал новый экзотический квест на ракетницу. Вот его лучше делать в последнюю очередь. Отмечу, что высшие энграммы, как и большинство еженедельных рубежей, доступны только после достижения 900 уровня. Так что баф на высшие энграммы вы не потратите зря. Это еще одна заботливая новая система. Были вопросы, а где рубежи, испытания на орбите, куда они делись, а игра их спрятала. Они тебе будут нужны только после 900 уровня силы. Вот тогда они у тебя и включатся. Так-так-так, что сказал? Не потратишь баф? Да, в течение суток вы получаете 2 бафа, увеличивающие вероятность получения высшие энграммы, которые накапливаются каждый день до 9. И с получением вами высшие энграммы баф пропадает. Или уменьшается стак бафов, если он накоплен. Лучше открывать такие энграммы как можно скорее. Расти они на почте не будут. Падают сразу на фиксированный уровень силы. Именно с помощью этих наград ты и будешь прокачивать своего персонажа. Небольшой лайфхак. Энграммы одного из планетарных вендоров за сдачу ресурсов всегда будут падать уровня, равному вашему максимальному. Это самый верный способ потянуть проседающие части снаряжения. Вот как здесь, например, перчатки. Надо лететь на планету, сдавать ресурсы и надеяться, что упадут перчатки. Зайдите в раздел вендоры, все в том же Дим. И он подскажет, какой вендор это делает сейчас. Способ не на 100% верный, для этого лучше слетать к каждому и проверить лично. Остальные вендоры будут выдавать на 2 единицы ниже от максимального значения. И, разумеется, мы не учитываем бонусные уровни по одной простой причине. Они не увеличивают уровень выпадающего снаряжения. Если так тратиться ресурсами не хочется, то всегда можно проходить любые активности, за которые вам может выпасть лут. Эффективнее и дешевле это будет делать в гарниле. Синьки там валятся немерено. Да, часто будет падать не то, что нужно, но это быстрее, чем пробегать налеты. Подведем небольшой промежуточный итог. Но сначала минутка информации от спонсора этого видео. Если у тебя нет времени на фарм, но очень хочется получить все новые пушки как можно скорее, тогда тебе на помощь работает сервис двинг.нет. Это сайт, на котором вам помогут пройти любое задание, выполнить квест, на который у самого не хватает сил, времени или нервов. И сделают это быстро и качественно на любой платформе. Новый желанный экзот, закрытие сложного рейда, да даже прокачка персонажа, о которой мы сегодня говорим. Все это доступно на сервисе двинг.нет. По промокоду TripleVibe ты сэкономишь не только нервы и время, а еще и деньги. Скидка-то 15%. Ссылка будет в описании. Возвращаемся к видео. Итак, итоги в нескольких пунктах. Взяли софткап в 900 силы. Получили награду с более мощным снаряжением. Проверили, не поднялся ли максимально возможный уровень силы и нет ли отстающих шмоток, то есть тех, что ниже вашего дроп-левела. Если нет, то идем добивать следующую мощную инграмму. Если да, то подняли отстающие шмотки, выбив уже новые по новому дроп-левелу, например, сдав ресурсы вендору или побегов в горнила. И так пока не наберете 950. В теории не очень весело, но на то она и теория. А что, почему только 950? Потому что с 950 до 960 уровень получится поднимать только наградами за ключевые активности вроде рейда. Рандомных наград не бывает выше 950. Что же делать, если задания с мощной наградой закончились и больше выбивать нечего? Отдохнуть, может быть. Или идти фармить выше инграммы. Пара слов про синтез. Хочется отдельно отметить, что если ты только начинаешь играть первым персонажем, то лучше будет не тратиться на синтез и не апать шмотки другими. Да, синее снаряжение выглядит не очень, в нем меньше слотов под моды, но лучше ходить в синьке, чем без модулей улучшения для синтеза, верно? Ах да, у нас же не один персонаж. Как правильно качать твинка и тринка? Ну, если тебе все-таки хочется еще попревозмогать, а совсем бессмысленный гринд не привлекает, то на помощь могут прийти твинки, то есть второй и третий персонажи. Хоть у всех классов и разная броня, но пушки-то они используют одинаковые. Поэтому поднимая уровень оружия на одном персонаже, ты поднимаешь уровень силы других. Тут все просто. Перекидываете пушки с основного персонажа с помощью все того же Дим. И если броня у вас уже выше софткапа, идете выполнять испытания и задания на нем все по той же схеме. Да, все так просто. Голова у тебя, наверное, квадратная сейчас. Но я же пытаюсь объяснить, как именно это делается, чтобы ты, видя чела в башне с уровнем силы в 920 после суток с релиза, сказал, что да, я знаю, как это он сделал. Ну, давай резюмируем. Взял софткап дополнение 900. Выполняешь ежедневные задания и еженедельные. Открываешь высшие анграммы по одной награде за раз. Постоянно проверяешь мод на проседание и с помощью мощных наград берешь хардкап 950. Проще воспринимаешь текстом? В группе у нас есть подробная статья. Если на слух, но чего-то не понял, пересмотри видео. Спасибо за просмотр, Страж. Теперь ты знаешь о прокачке абсолютно все, с чем я тебя и поздравляю. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить следующее полезное видео. И удачи в луте. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok